Основу фотовыставки, которая была торжественно открыта накануне в Музее обороны Брестской крепости, составляют материалы из архива красноармейской газеты «Разгромим врагам». В дни Великой Отечественной войны коллектив этого фронтового издания прошел вместе с солдатами путь от Тулы до Кёнигсберга, плечом к плечу сражаясь за каждый клочок земли нашей Родины. Благодаря мужеству и самоотдаче этих людей до нас дошли бесценные фотодокументы тех страшных лет и победы. Выставка названа «Солдаты Победы». Привезли ее наши коллеги из Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. На ней представлены фотоматериалы из архива красноармейской газеты «Разгромим врагам». Это газета 50-й армии, которая действительно громила врага на Брянском, Западном, Втором и Третьих Белорусских фронтах. Это на самом деле очень важно сохранить то, что изображено на этих снимках и передать нашим будущим поколениям. Я тоже хочу подчеркнуть то, что здесь запечатлены молодые, юные люди, мужчины, женщины, снайперы, начиная от обычного. Вот неизвестный снайпер, например, неизвестный красноармеец-связист, и там генерал-лейтенанты, командующие этими фронтами. Но эти люди готовы были пойти в бой и отдать свою жизнь. Благодаря открывшейся экспозиции посетители музея имеют уникальную возможность узнать больше о людях, которые ценой собственной жизни вернули мир и покой на улице, городов и деревень. Открывая фотовыставку, директор мемориала «Брестская крепость. Герой» Григорий Бысюк выразил уверенность в том, что экспозиция найдет отклики в сердцах как берестейцев, так и туристов, приезжающих специально для того, чтобы собственными глазами увидеть один из главных монументов мужеству, стойкости и силе человеческого духа. Везде наши солдаты, командиры защищали свою землю, защищали своих родных и близких. Наверняка с душой от своих родных и близких они шли, кто в последний бой, а кто прошел до Берлина. И очень символично, что наша дружба с нашими друзьями из Рязанского музея, с Калининградским музеем вот таким образом продолжается. Фотовыставка «Солдаты Победы» в Музее обороны Брестской крепости будет находиться почти до середины лета, 4 июля. Но первые отзывы и слова благодарности организаторам такого обмена между музеями уже есть. Посетители экспозиции уверены, что каждое из 60 работ – настоящий символ величия и красоты, свободы и независимости, безусловного желания жить в мире без войны. На самом деле это наша история, и вклад наших ветеранов настолько неизмерим. Анастасия Стропко, Виктор Халявка, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.